Владимир Путин и его чиновники переживают очевидный кризис. Рейтинги падают. Уровень доверия Россиян к президенту снизился до 53% и это минимум с октября 2012 года, следует и запроса Левада-центра, признанного на территории Российской Федерации иностранным агентом. Приходится проводить совсем уж ручные выборы, избавляться от каждого сколько-нибудь яркого представителя оппозиции, атаковать все те классы российского общества, где может циркулировать свободная мысль, прежде всего академические и студенческие круги, вузы. На этом фоне, естественно, обостряется воображаемая война российского президента с Америкой. Именно США в Кремле считают силой достаточно мощной, чтобы наделить ее почетным статусом главного врага и противостоять ей по всем фронтам, уворачиваясь от коварных атак. Напоминает неуловимого Джо, которого, к несчастью для него, никто не ловит. Но ничего лучше противостояния США наши власти не придумали. Вся государственная идеология строится на нем. Населению доступным языком разъясняется. Во-первых, американцы – поработители, возомнившие себя хозяевами мира, лезут в чужие дела и насаждают свою демократию. Во-вторых, они сплошь извращенцы, потерявшие берега, запретившие святое слово «мама» и не менее святое, как выясняется, слово «пол». Российские официальные лица все чаще рассуждают об истинных ценностях. Какие они? Если верить Владимиру Путину, то между нами и вездесущими американцами пропасть – вот фрагмент из его недавнего выступления на Валдайском форуме. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как «мама», «папа», «семья» или даже «различие полов» – это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению. Ну, знаете, мы еще раз хочу подчеркнуть, это их право, мы не лезем туда, попросим только в наш дом особенный не лезть. Не надо лезть в наш дом, где огромному числу людей все еще приходится скрывать собственную гомосексуальность. В нашем доме, где царствуют духовность и традиции, безнаказанно существуют кадыровские порядки. Девочек заставляют выходить замуж и рожать, вопреки их воле, а геев пытают и убивают. Средневековье в нашем доме. Несуйтесь к нам. С равноправием-то все не так плохо. С гендером проблемы. Сколько их? Еще 10 лет назад, да еще 5. Их было 2. Мужчина и женщина. Сколько их сегодня? Вы представляете разные страны. В ваших странах, в соседних странах, в странах вашего региона. Посмотрите, что происходит. В некоторых государствах количество гендеров доходит до 80. Тему извращений на Западе в Москве оседлали не сегодня. Еще министр Лавров этим летом, не моргнув глазом, написал в колонке для коммерсанта, что, цитата, в школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Конец цитаты. Мы подробно это высказывание разбирали, поэтому не буду сейчас уходить в детали, а просто скажу. Министр ошибается. Его информация не соответствует действительности. Кроме того, боюсь шокировать Марию Захарову, но даже при широком обсуждении темы гендерного разнообразия и вопреки появлению первого удостоверения личности с буквой «Х» вместо традиционных «М» и «Ж», люди в Америке продолжают заключать браки, любить друг друга, рожать детей и жить в гораздо более комфортных условиях, чем большинство граждан России. Это вовсе не означает, что жители США пребывают в райской гармонии. Общество там расколото, демократы и республиканцы продолжают отчаянный спор о принципиальных вопросах праве на аборт, ношении оружия или расизме. Владимир Путин об этом осведомлен. Ему интересно. Он демонстрирует прекрасное знание материала. Я напомню, специально попросил коллег вчера подобрать эту цитату Мартина Лютера Кинга. Он сказал, как вы помните, «Я мечтаю о том, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами». Вот истинная ценность. Несомненно, проблема обратной дискриминации, впрочем, гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Но речь не об этом. Речь о нас, о наших ценностях. В чем же они? Задаюсь я вопросом вновь. А в том, что они не такие, как у американцев. Государство у нас исходит из простейшего принципа. Если у них А, то у нас Б. Если у них темнокожая русалочка, то у нас депутат Госдумы Мария Бутина. Если у них небинарные персоны, то у нас оскорбление чувств верующих и 10 месяцев реального срока за фото на фоне храма Василия Блаженного. Чем больше упоения в борьбе российской власти с американским империализмом, тем тяжелее удары ее кулака по собственным гражданам. Чем больше разрешено там, тем меньше позволено здесь. Формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Идеология здорового консерватизма не только в полицейском преследовании всяческих отступлений от серой нормальности. Она еще и в поддержке тех режимов, которые, как и Путин, не любят американцев. В чем заключается внешняя политика России? В последовательном доказывании пагубности политики США. Вот цитата из свежей публикации Марии Захаровой в ее телеграм-канале. Сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный право-человеческий кризис. Рост количества убийств высочайший за столетия, как утверждают эксперты. И, согласно подсчетам, самый крупный со времени начало ведения статистики. Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя. Официальный представитель российского МИДа негодует. Американские политики то и дело заявляют о первостепенной важности прав человека. А у самих, мол, бревно в глазу и ружье в каждом доме. Об огнестрельном оружии и второй поправке в США не дискутируют. Разве что ленивые это действительно огромная проблема. Только позволяет ли ее наличие Марии Захаровой и другим лицам российской власти игнорировать нарушения прав человека в нашей стране? И как насчет других стран? Сенат утвердил санкции против Китая из-за якобы нарушений прав уйгуров. А Минфин США ввел рестрикции против Беларуси из-за нарушений прав человека. Якобы нарушения прав уйгуров. Якобы. Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китай. И уверяю вас, во всем случае, то, что я слышал, своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении. В китайских лагерях, где перевоспитывают мусульман-уйгуров, насилуют и пытают людей. И это факт. Они меня хотели убить, они меня держали под землей, в подвале, в темном месте. Не только меня, там все уйгуры, которые без вины от 14 до 80 лет. Нарушение прав человека в Беларуси Захарова берет в кавычки. И это уже совсем никак не объяснишь. Это спецприемник на Крестино, август 2020 года. Так кричат от боли участники протестов. Их в Москве называют пешками западных кураторов. Напомню, что в Беларуси нет больше ни прессы, ни блогеров, ни политиков. Зато есть политзаключенные и раздавленные люди, приносящие извинения на камеру за слишком смелые комментарии в Фейсбуке. В Кремле и МИДе России их не замечают. В дружеских беседах и путешествиях без галстуков с Лукашенко не упоминают. Во время официальных выступлений берут в кавычки. Ведь союзный диктатор, так же, как и его старший брат, все беды валит на Вашингтон. И пусть это выглядит как бред опасного маразматика, для Кремля сойдет. Сойдет и венесуэльский диктатор Мадуро, по приказу которого были убиты десятки протестующих. Тысячи оказались в тюрьме. Венесуэла наш давний надежный партнер. И сегодня, когда в отношении этого суверенного государства развернута циничная, абсолютно безответственная кампания с целью свергнуть законное правительство, мы подтвердили нашу солидарность с Венесуэлой, с ее правительством, с ее президентом и с венесуэльским народом. Кто еще среди друзей Путина? Да все, у кого есть с Соединенными Штатами, разногласия той или иной степени тяжести. Тут и сирийский Асад, и венгерский Орбан, и чешский Земан. Заигрывает Москва с турецким президентом Эрдоганом. Хоть он и в НАТО, но зато авторитарен вполне. Неоднозначно у нас и с талибами, которых мы же сами признали террористами. Но поскольку с ними воюют Штаты, то министр Лавров принимает их в Москве, жмет руки и говорит слова. Мы не торопимся с признанием, так же, как и все остальные страны. Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил. Государственная машина функционирует, да еще как. В нашей стране механизм отлажен. Если кто-то извне и пытается сбить с избранного пути консервативный путинизм путем внедрения пятой колонны, врагов государства, журналистов, геев и прочих революционеров, то компетентные органы их оперативно нейтрализуют. Таким образом достигается искомая стабильность. Люди действительно ценят у нас стабильность и возможность нормально развиваться. Быть уверены в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров. Россия сегодня не та Россия, которая была в 1999 году. Она не будет терпеть того, что сделали с Югославией. Попытка сделать это с Украиной, с Грузией, попытка вокруг России сделать такой санитарный кордон со стороны американцев и НАТО, она обречена. И ценой этой истории будет суверенитет оставшейся Украины и Грузии. Вечная тема врага у ворот актуализируется формальной, но достаточной для пропаганды активностью главы Пентагона на постсоветском пространстве. Даешь бой НАТО подползающему все ближе. Так проще смотреть на мир и строить заграждения. Как от заокеанских партнеров, так и от собственных внутренних либералов. Вообще консерватизм по Путину это на самом деле изоляционизм. Глобализация в его представлении не работает, а работают границы. Идея о свободном человеке в свободном мире ему претит. Ведь свободные люди обладают возможностью выбора своих представителей во власти. У России свой путь. Это наша цивилизация, наша страна, и она не такая, как все остальные. Суетиться только не нужно. Это был только фрагмент программы Катрикадзе иностранных дел. Выпуск полностью вы можете найти по подписке на сайте телеканала Дождь. tvrain.ru Вы знаете, что без вашей поддержки мы работать не можем.